Всем привет, дорогие друзья! С вами EvilKnow, и в этом видео расскажем о лучших аддончиках, которые можно поставить на старте The War Within для первого сезона. Ну а перед этим, сходу, как всегда, таймовички! Таймовички! Это когда я грузил уже два часа эти аддоны, и можно наконец записывать это невероятное ощущение. Поэтому сходу поставьте лайк, подпишитесь на канал, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видеостримах, которые проходят у нас постоянно. Телеграм, Дискорд, подписывайтесь для информации, Бусти Днатером, большое спасибо за поддержку. И, конечно, Рутуб, Дзен, ВК-видео, подписывайтесь, чтобы смотреть без лагов или альтернативно записи стримов и так далее там есть. Ну а мы начнем. Начнем с того, что где скачать аддоны. Конечно же, во-первых, первый сайт это Курс Фордж. Вы берете, заходите по моей ссылочке внизу в описании, все ссылочки, конечно же, будут. Тут Download Stand Alone выбираете, потому что именно это не поставит вам лишние вот эти приложения Overwolf, именно Курс поставит, и классно, да? И классно. И, соответственно, как тут обновлять? Вот вы скачали, собственно, выбираете папку, в которую хотите это делать, ну, выбираете Retail, именно Retail это типа вот The War Within, и либо вписываете вот здесь вот, открываете, вписываете нужные, какие вам нужны, ищите, либо вот так вот обновляете, да? Патч-сезон там поменялся, вышел новый патч, все лагает, update all, все работает. Класс, класс, класс. Также, ребяточки, у нас стоит напомнить о том, что у меня есть, естественно, ELWY, поэтому разберемся с настройкой его, да? Но перед этим хочу заметить, что, во-первых, есть дефолтная настройка, это Escape, и редактировать, и в ней можно подправить то, что ELWY не подправляет. Некоторые вещи почему-то ELWY до сих пор, так сказать, не забрал всю власть, ну, наверное, вследствие чего-то. Ну, короче, можно свой просто интерфейс сделать из того, что уже есть. А кто хочет, как у меня, то, пожалуйста, всегда можно его, во-первых, скачать и обновить через сайт ELWY, да? tukui.com. Download, вы нажимаете и скачиваете. И просто-напросто, чтобы обновить, либо поставить, вот эти три появившиеся папочки, которые вы скачали, да, внутри архива, идете в Retail, идете в интерфейс аддоны, и вот сюда Ctrl-C, Ctrl-V вставляете, да? И классно. И работает, и если хотите обновить, просто скачивайте новую версию, и копируйте замены файлов, и все будет отлично. Соответственно, мой профиль будет находиться внизу в описании тоже, как и ссылка на tukui. Чтобы получить мой профиль, на мой интерфейс надо нажать, копировать строку импорта, вот здесь, опять же-таки, по ссылочке внизу в описании будет. И зайти Escape ELWY, и вообще нажать профиль, и нажать импорт, и вот сюда вставить Ctrl-V. И, собственно, импортировать, импорт нажать, и все у вас будет то же самое, как у меня. Опять же-таки, можно в теории еще сделать скалирование, да? То есть скалирование UI, вот, и масштаб, если вдруг у вас монитор какой-то другой, не подходит почему-то, и так далее. Ну, вообще, оно автоматически вроде делает, поэтому это не проблема, да? Что касается моего интерфейса, да? Ну, вы его видите, если нравится, то топ. Собственно, у нас вот так все находится. Если вам нравится такой минимализм, как у меня, без излишеств, то, пожалуйста, наслаждайтесь. Опять же говорю, профиль оставил. Ну, значит, чтобы все поменять, Escape, LV, фиксаторы, и можете менять, как хотите. Что хотите, куда хотите двигать, если вам что-то неудобное, это очень удобно. Все, и потом жмете закрепить, и оно так у вас и остается. То есть с этим все понятно и классно. Очень важный момент, это Project Azel Roka. Почему-то у многих он не обновляется сейчас с выходом патчей. У меня обновился, так что советую скачать в моем архиве аддонов, который, естественно, внизу в описании будет весь архив аддонов, из которого можно что-то фокусно скачать, либо, ну, все скачать, да, например. И там есть Project Azel Roka. Сюда заходите, выключаете вот это все, вот это все выключаете. Видите, enable где? Выключаете все эти галочки и оставляете только Square Minimap Buttons. Его делаете, и у вас будет вот такая классная полосочка всех аддонов, вместо того, что вокруг карты, полосочка всех аддонов. И это очень круто. Карта, если что, это либо Basic Minimap, если хотите отдельно, либо просто вот елвышная, так выглядит классно, квадрат большой. Либо Basic Minimap, альтернатива, если не хотите ставить елвы, тоже будет классная квадратная карта. Значит, что у нас еще, ребятушки? Погнали, наверное, мы и дальше, да, вроде как все рассказал, если ничего, не забываю. Да, погнали. Значит, открываем Escape модификации. Это у нас первый аддон, ДБМ, Deadly Boss Mod. Показывает все там тактики, грубо говоря. Вы играете, там что-то произойдет, там ДБМ, бегите, или там заберите агро с другого танка, или там с диспельте. То есть будет помогать вам советами на весь экран. Не проблема, скачивайте, класс. Следующий аддон, ребяточки, это Альтохолик. Альтохолик аддон для альтов, да. Нажимаете его, и можно посмотреть всю статистику, которая вас интересует, прикольно. Сейчас альты в моде, и это удобно, это классно. Чтобы он хорошо работал, надо его включить, и потом за каждый персонаж зайти, чтобы он, так сказать, подсосал данные. Да. Значит, что у нас дальше, ребяточки? Дальше у нас Escape, значит, Angry Key Stones, да. Angry Key Stones, это, как вы знаете, когда мы входим в ключи мифические, у нас такая полосочка. И на этой полосочке появятся три черточки, которые укажут, что вы проходите на плюс 3, на плюс 2 и на плюс 1 ключ. Очень удобно, оставшееся время показывает, то есть классно, и надо брать однозначно. Что у нас дальше? Angry Key, ой, говорю, аукцинатор, ребяточки. Аукцинатор, это заходите на аукцион, и как он работает? Он подсасывает все данные, указывает на предметах их стоимость по минималке. Видите, аукцион появилась, кладочка, вот, например. И, соответственно, можно сразу все одной кнопкой выставлять на продажу. То есть вот так открыли продажу, и тут у вас сразу список, все, что вы можете продать, жмете, и там у вас все сразу выставилось. Короче, удобненько на минималочках подойдет спокойным игрокам. Ну, и с покупкой. С покупкой я особо не пользуюсь, так вписываю сам, да. Ну, тут, полагаю, тоже есть какие-то интересные функции. Типа, там, вписать ту же группу припотов, которые вы покупаете в Рейде и Мифике, и это удобно. Чар составить какой-то список, хотя это и в дефолтном, в общем-то, в аукционе есть. Ну, с продажей это удобно, однозначно. Что у нас, ребяточки, дальше? Дальше не забывайте о том, что у нас есть прекрасный аддон под названием Автолут Плюс и Ауто Тернинг. Это прекрасные два аддона, которые вам очень помогут сейчас на прокачке, когда выйдет The War Within. Сейчас будет ранний доступ. Делаю это еще до старта раннего доступа, но пригодится. Что такое авто тернинг, да? Ауто тернинг — это штука, которая просто, вот вы подходите к квесту, жмете право, глашемыш, и там просто происходит. И вы даже не замечаете, как квест взялся и как квест сдался. Экономит тонну времени. Вы даже не представляете, сколько, если посчитать наших заходов на квест, принять, завершить, пока мы мышкой наведемся, сколько времени тратится, вот, прежде чем мы это сделаем. Поэтому на прокачке must have. Взять, чтобы просто не тратить время. Для тех, кто любит читать квесты, ну, даже хз, сейчас все сюжетные квесты у нас озвучиваются с русской локализацией, так что, ну, по идее, не страшно и удобно. А автоут плюс — это то же самое он делает с лутом. То есть вы бежите, всех убили, право, глашемыш, там просто... Даже незаметно появился окош, как уже все залуталось, спылесосилось. Главное — нажать право, глашемыш по луту. Тоже удобно, но не забывайте, в, значит, в параметрах, по-моему, у нас это вот здесь в управлении и будет, вот, автоматический сбор добычи. Здесь галочку поставьте, чтобы он был всегда автоматический, то есть когда вы брали, там автоматически все всасывалось. Так что это удобно и классно. Что у нас, ребятушки, дальше? Дальше, ребятушки, у нас Blizz Move. Классный аддом, позволяющий двигать все окошки Blizzard. Вот взял и двигаешь. Обычно нельзя, а с этим аддоном можно. Поэтому нам это надо, нам это удобно. Что у нас, ребятушки, дальше? Дальше у нас аддон ChatBar. Опять же таки, спасибо Маше за то, что помогла его пофиксить. Это вот эти замечательные кружки прямо над чатом. Видите эти кружки? Это те самые крючки с Lizz King, ребятушки. Так что этот аддон можно скачать только в моей сборке аддонов. Ну, может, где-нибудь еще кто-нибудь хранит, да? Классная штука. Ты его жмешь и сразу пишешь, куда надо. Это просто шик. Это просто шик. Советую воспользоваться. Там чуть-чуть, типа, переписан в текстовом документе код какой-то. Короче, он стал работать. Что-то он выключался, когда вышел при патче. Но сейчас теперь работает. Поэтому наслаждаемся классным чат-баром. Максимально удобно и стильно, да? Что у нас, ребятушки, дальше? Дальше, ребятушки, у нас кликуи, да? Кликуи — это то, что я вам рассказывал, да? Заходите вот в таланты теперь, в способности. И вот здесь вот есть кликуи. И здесь можно любую способность назначить на мышь мгновенно. То есть, чтобы она была на мышь, то есть, например, когда вы наводите на свой фрейм, фрейм противника, либо вот цель-цели, либо групповой фрейм, тыкайте кнопку и видите какой-то скилл у зайца. У меня стоит для удобства боевой крик. То есть, левый калаш выше, боевой крик. Чтобы не на панели его жать, а он просто на любой фрейм и отлично. Удобная штука, для хилов особенно сильно. Да, для остальных, ну, не особо. Ну, палатин, например, ретрику, Берр поставить на эту кликуи очень удобно. Например. Что у нас, ребятушки, дальше? Чтобы не писать макросы, да? Что у нас, ребят, дальше? Дальше у нас, сейчас промотаем, details. Ну, details — это понятно, да? Вот они, две полосочки, исцеление, нанесение, урон. Сколько вы надамажили по хиле? Чтобы сделать, как у меня, рассказываю. То есть сначала будет показываться просто нанесенный урон, заходите в шестеренку, наводите на управление окном создать окно и просто прицепляете его, там закрепляете, опять же, и выбираете именно здесь исцеление вместо нанесенного урона. Здесь еще куча других всяких штук. Можете и больше сделать, если вам захочется чего-то еще. Значит, что у нас дальше, ребятушки? Обязательные два аддона, которые нужны нам всем на прокачке. Грейл и Вули. Если честно, то правильно читать хули. Но, но, извините, меня за непреднамеренный мат. Правильно так. Это вот два аддона, они нам открывают все квесты на карте. То есть, когда мы открываем, они подгружают базу данных и показывают нам все невыполненные квесты. То есть, видите, у меня они отображаются. Правда, за это персонажи не все выполнены. Надо где-нибудь другое место открыть, чтобы вам показать. Например, может быть, здесь. Ну, пожалуйста. Гля. Ну, это я... У меня, ладно, ребят, короче, у меня они все просто выполнены на этом воине, потому что там, ну, они, грубо говоря, будут вот так же вот с этими знаками отображаться. И, короче, вы сможете сделать все доп-квесты и получить хранителя знаний. Типа, если вдруг не знать, где они находятся. Ну, я думаю, его надо будет сначала будет обновить несколько раз на старте The War Within и в итоге он будет вам показывать. Может, поначалу не будет? Ну, скорее всего, будет. Я его в первые дни качал, когда только Dragonflight выходил. Что у нас, ребяточки, дальше? Дальше, ребяточки, прекрасный, прекраснейший аддон это Mapster. Mapster. Что он позволяет делать? Вы открываете карту и вся карта сразу открыта. Тут можно какие-то координаты сразу видеть. Вот, видите, в уголку у меня здесь вот мыши, урок, показаны координаты. То есть, в общем-то, удобно. Вся карта сразу открыта. Кайф. Одним словом, кайф. Ноль минусов. Если хотите, можете даже в какой-то отдельном настройках сделать подсветку, прозрачность, если не открыто, да, еще что-то, куча интереснейших функций. То есть, можно Туман войны, допустим, сделать чуть-чуть фиолетовым, чтобы вроде карта открыта, но при этом для достижения, например, открыть все, ну, кусочки карты, вам нужно будет их открыть, а вы не знаете, куда лететь. Можно там так поставить. Ну, вот так, вы поняли, да? Что у нас, ребяточки, еще? Дальше у нас, прекрасный аддон, Method Raid Tools, ребяточки. Method Raid Tools, что он делает? Вот он, жмете по нему, это классная штука для всех рейдеров, все ей пользуются, тут заметки, кулдауны, еще что-то, ну, если вы в Гильдю ходите, вы знаете, что к чему, но самое главное, это, ребяточки, вот она, моя любимая панель меток, вы ее видите, вот здесь у меня слева внизу, то есть, можно очень быстро, очень быстро, нажал, оп, сразу дал какой-то, так сказать, значок, можно вот на область значки ставить, можно RCH, можно пул нажать, то есть, максимально эффективные штуки, без всяких сплавящих, меню, которые там появляются, в любое место поставили и наслаждаетесь, поставили, не забывайте его сначала отфиксировать, включить, поставить, зафиксировать, все, работает, что у нас, ребяточки, дальше, дальше у нас, ребяточки, Handy Notes, обязательно надо включать и ставить, что показывает, на карте показывает он RARников, вот таким образом, есть Handy Notes, есть RAR Scanner, есть Silver Dragon, вот три аддона на выбор, какой вам больше понравится, у меня вот на данный момент сейчас включен RAR Scanner, да, то есть, показывает все сокровища, всех RARников, очень полезно, очевидно, на старые тигры, чтобы там что-то получать, фармить, может маунты, может еще что-то, мужские рецепты, короче, удобно, классно, замечательно, что дальше, дальше, ребяточки, у нас прекрасный аддон, еще один, Mog Eat, что он делает, он показывал трансмог, отдельно от всего, то есть, на виде штаны, и видите, появилась выкатывающаяся менюшка, которая показывает, как они отдельно выглядят на голом персонаже, вот оп, и вот так он выглядит, это очень удобно, классно, и, ну, помогает сразу понять, без всяких там, вот это control, типа, посмотреть, еще понять, где твое, где не твое, и так далее, тоже с запястьями удобно, короче, кайф, Mog Eat берем, дальше, ребяточки, у нас что, дальше у нас, Omni KD, Omni KD, это прекрасная штука, очередная, которая нам показывает, KD способностей, у вашей группы, то есть, когда у вас, условно, вы находитесь там, на арене, или, может быть, в подземелье, у вас есть сбоку группа, включил фиксаторы, чтобы показать, вот группа, и вот, напротив каждого абсолютного игрока, будут показаны его защитные способности, его бурст, его сбивание костов, соответственно, вы всегда сможете отследить, будучи танком, можете ли вы побольше спулить мобов, чтобы у всех есть бурсты, а они нажмут их, и будут больше дамажить, что по сейфобилкам, если вы хиллер, чтобы начать плотно ныть на тему, а можно, пожалуйста, сейфобилки нажимать, или я уже не буду хилить сейчас, короче, классная штука, которые ничего не делают, да, сейфобилки нажимают, косты не сбивают, станы не нажимают, бурсты, ну, наверняка нажимают, еще посмотрите, а если бурсты, которые не нажимают люди, вот это реальный вопрос, о котором хочется задавать вопрос, реально, значит, что у нас дальше, Raider.io, ну, понятно, штука, показывающая нам Рио, из плюсов, вот, даже не знаю, как меня Илюша сейчас расположил, но, короче, в правом нижнем углу, когда вы наводите мышкой на любого игрока, у него появляется статистика, за счет именно постановки этого аддона, и увидите его статистику похода в современные рейды, его статистику по ключам, его Рио, сколько у него рейтинг в подземельях, ключах, короче говоря, удобно, удобно, полезно и классно, чтобы быстренько просматривать эту информацию, хотя, в основном информация у нас находится сейчас вот здесь, да, в обычных подземельях, тут тоже все показано, но, если не ошибаюсь, вот это как раз-таки Raider.io и показывает, расписание недели аффиксов, да, или, возможно, это AngrySkyStone делает, но запомните, еще есть такая функция классная, SlashK, пишите в чате SlashK, по-английски, и вам показывают, какие ключи у ваших групп, в которых вы находитесь, то есть, например, с друзьями собрались, и вместо того, чтобы друг другу линковать ключи, SlashK посмотрели у вас, либо у вашей гильдии, тоже гильдию здесь показывают, но это либо AngrySkyStone, либо Raider.io, я вот честно не знаю, это Detail, смотри, From Detail, это Details, оказывается, SlashK.io, ничего себе, короче, прочитал и узнал, при вас же, при вас же, ну, короче, классная функция, в любом случае, SlashK прописывать, чтобы смотреть ключи у вас в гильдии, или в пати. Значит, что у нас дальше? Дальше аддон Scrap, вот, который, собственно, позволяет вам продавать мгновенно серые шмотки, то есть, так вот нажали, и он автоматически продает, как только вы зашли к вендору, шмотки серые, мусорные, да, можно выставить здесь хлам, то есть, например, выставляете вот так вот руну, и он всегда начинает считать это хламом, всегда, да, то есть, если вы поставили еще раз, то перестает считать это хламом, то есть, после этого он будет бесконечно продавать, либо удалять предметы, очень важно, если формите старый контент, и там какие-нибудь назойливые предметы, которые не продать, но удалять, можно их всех вот так засунуть, и Scrap их будет удалять каждый раз, когда вы заходите к вендору автоматически, это удобно, такое делает и ELWI, но ELWI, ну, не удаляет, да, то есть, ELWI он сам как будто бы тоже продает, но удалять не удаляет, как отдельной функции у него такой нету, что у нас дальше, дальше, ребятушки, у нас замечательный аддон, это Mythic Raid Tools, ребятушки, что это такое, Mythic Dungeon Tools, точнее, прекрасный аддон, позволяющий нам смотреть роуты делать, то есть, опять же, заходите туда же, где я скинул профиль ELWI, опять же-таки, отдельное видео по этому поводу будет, по Mythic Dungeon Tools, так что сильно не парьтесь, но поставьте, и условно говоря, если вы танк или типа того, вы просто так же импортируете, как профиль ELWI сюда, и у вас вот типа вот так отображаются, как пулить, типа вот идешь, спунил вот это, потом вот это, то-то-то, поочередно, что пулить, и что были идеальные проценты, что пройти нормальный ключ, лишнего не набрать, и так далее, очень удобно, естественно, для танков, которые и занимаются пулами, так что если вы танк, надо брать и ждать мое видео, когда я вам скину, собственно, роуты на новые 8 подземелья, которые начнутся, если что, 18 сентября, так что очень не скоро еще, но относительно скоро, что дальше, ребятушки, дальше у нас Simulation Craft, Simulation Craft, классный аддон, расскажу, как он работает вкратце, вы нажимаете его, появляется черти что, вот, вы это копируете, заходите на сайт Raid Bots, да, думаю, даже не надо что-то писать, Raid Bots, куда-то там вставляете, что появилось, и появляется ваш персонаж, и пишут, в этом шмоте, с этими талантами, так-так-так-так-так, с этими камнями, ну, короче, полностью копируется ваш персонаж, со всеми его функциями, будет давать максимум 55 тысяч ДПС, потом вы берете, например, меняете перчатки, к примеру, опять нажимаете Simulation Craft, Simulation Craft, копируете, туда импортируете, и смотрите, как изменился ваш ДПС, в лучшую или в худшую сторону, это называется просимить своего персонажа, то есть просто посмотреть, кто, какая шмотка дает вам больше, да, пока нету каких-то гайдов, условно, приоритет характеристик особо, и так далее, можно это делать самому, без каких-либо профессионалов, или сайтов, ну, грубо говоря, придется все равно на сайт зайти, но, как бы все равно в своих руках, что приятно и удобно, что у нас дальше, ребяточки, дальше у нас замечательный аддон, TomTom, классный, просто тыкаешь, и он там позволяет тебе и слэш-уэй координаты прописать, еще что-то, короче, полезный на карту аддон, поставьте, забудьте про него, а потом, когда будете какое-нибудь мое видео смотреть, я вам скажу, вот, берете, пишите слэш-уэй, туда бегите, и вы такие, а, у меня же есть Том-Том, и уже, короче, все просто работает, ну, или не мое видео, что мы осуждаем, значит, что дальше, ребяточки, дальше у нас TruffyHKD, люди спрашивают, если что, TruffyHKD показывает скиллы, которые я жму, вот, видите, он нажал, увидел, что я это нажал, то есть, это нажал, обычно используют для того, чтобы на стриме показывать на всякий случай, что я там тыкаю, кому вдруг интересно, как я играю, ну, например, то есть, кому интересно, это не аддон на ротацию, это аддон, который показывает, что я тыкаю, что у нас, веточки дальше, V-Cour, обязательно надо ставить, я не фанат V-Cour, потому что я люблю, когда чистый экран, ничего лишнего нету, поскольку я стример, мне надо что-то показывать, что на экране происходит, вместо вот этих миллиарда штук, но если вам это классно, то, пожалуйста, опять же, заходите на сайт V-AGO, как и в случае с условным профилем L-U-E, гуглите там что-то типа V-Cour на Охотника БМа, и вам выдадут кучу V-Cour, вы также их спокойно импортируете сюда, и, допустим, у вас тут будут ваши какие-то важные способности, там важные бафы на вас висящие, например, на БМ-Хантере надо постоянно жать взрывной выстрел каждые 8 секунд, да, и это будет вам помогать отслеживать лучше, чем на панель, смотреть или куда-то еще, ну, такое, да, то есть для любителей, иногда это помогает использовать всякие рейдовые механики, да, на боссах тоже есть куча ваше, которые будут по центру вам показывать, вообще классная штука эти ваше, в целом, я просто не люблю ими пользоваться, хотя, штука классная для помощи, если вы будете ходить в статике какие-то, то вам пригодится. Следующие, ребятушки, последние два аддона, это Вули, я уже говорил, это World Quest Tracker и World Quest List, соответственно, что они делают? Показывают идеально локалки, открывается карта, вот так вот убирается здесь галочка, да, и, соответственно, он показывает вам локалки. В случае с World Quest Tracker, он показывает вот такие кружки классные, вместо того, что у нас сейчас есть, он показывает такие крутые кружки, вот сразу на карте, да, прогрузился, вот где локалки, очень удобно, тыкнул, она там вот сразу справа схранилась, классно, вот, и одновременно слева вот здесь классно в ряд по одному типу их отображает, вот типа на Gold Farm, гонки, шмотки, то есть это очень удобно локалки как-то делает, а World Quest Tracker, он позволяет вот такой классный список от карты иметь сбоку, который показывает и общее количество голды по итогу, там, если хочется выбрать, там, наверное, на репутацию можно посмотреть и все такое, куча всяких фильтров, сортировок есть, поэтому я там немножко в настройках полазил и, грубо говоря, отображение у меня от World Quest Tracker, а классный список сбоку от World Quest List, а более того, если что, эти штуки также вызывают такое бонусное, назову это слово, контекстное меню, которое позволяет вам быстро создать или вступать в какую-нибудь группу по выполнению локального задания, ну, особенно в начале это полезно, потом это не так полезно, так что вот такие у нас, ребятушки, аддончики, напоминаю, все ссылочки будут внизу в описании, обязательно на мой, так сказать, пак аддонов, откуда можно тоже чат-бар скачать, Project of the Rock, о которых сейчас проблема у людей с ними и с курсом, соответственно, опять же, ссылочку на LWI, на профиль LWI, и, конечно же, что, ну, и, конечно же, на курс тоже ссылочка, чтобы скачать, чтобы обновлять аддоны, свои лажухи, без лишних штук, напоминаю, Download Stand Alone, скачать, а то скачаете, OVRV, он будет вам везде свои штуки пихать, загружать в комп и так далее, так что я надеюсь, вам понравилось видео, опять же-таки, было полезно и, как всегда, бак-бак-бак-бак-бак, жу-у-у. Субтитры сделал DimaTorzok